Всем привет, моя зелёная банда, с вами Flutter Green, и сегодня мы продолжаем смотреть с таким же самым лицом, типа... 100 фактов об отеле Хазбин. То есть, два ролика по 50 фактов, почему бы, собственно, и нет. И перед началом хотел бы сразу же сказать, что по ссылке в описании, если вы задонатите на DonutPay, то вы увеличиваете шансы на то, чтобы мой стрим-марафон, который организован будет после 20 декабря, чтобы он был не 10-часовым, а 20-часовым. То есть, мы уже на 10 часов собрали, осталось только 2500 на 20-часовой. Так что, по ссылке в описании, буду очень рад, и буду очень рад вашей помощи. Что ж, давайте-ка начнём. Поставить лайк и подписаться на канал. Что ж, тогда именно ты и не узнаешь 50 лучших фактов о первой полноценной пилотной серии отеля Хазбин, которая, наконец-то, вышла на общее обозрение. Так что, мой дорогой грешник, ты просто обязан поставить свой... Так, давайте я это пропустим. Это грешник. Тот, кто начинает погружение в ад. Человечек, падающий вниз, это грешник. Тот, кого не пустили в рай после просмотра данного видео. Да, вы все попадёте в ад. В своей песне Чарли показывает кадры своего недалёкого прошлого, связанного с истреблением, и, что удивительно, будущего. Ведь тут присутствует тень Аластера и нефти, с которыми она ещё не была знакома. Её родители, либо её ближайшие родственники, считают её главным разочарованием семьи. Очевидно из-за того, что Чарли слишком миролюбива и желает добра всем, даже самым страшным грешникам. Уничтожители или ангелы, что спустились из рая, прибывают в ад и Пентаграм-сити раз в 365 дней, чтобы устроить настоящий геноцид демонов, заполнив улицы горами трупов. Так что отсюда можно сделать вывод, что день начала нашей истории может быть первым январем, если, конечно, геноцид выпадает на Новый год. Среди ангелов есть и их глава. Если верить Библии, то им может быть сам Архангел Михаил, один из самых почитаемых святых и глава всего святого воинства, ангелов и архангелов. Во время песни Чарли нам также показали порно-студию «Горячие цыпочки», в которой работает ангел Даст, где он является одной из главных звёзд. Но я был бы не прочий про других актёров что-нибудь узнать. И что очень интересно, претендент на роль одного из главных сладеев и сильнейшее существо во всём шоу Вокс тоже, похоже, работает в порно-студии с ангел Дастом. Наверное, всё-таки в качестве директора, а не актёра. Рози, давняя подружка Ластера, что неровно дышит к нему, хорошо продемонстрировала то, как демоны могут заказывать убийство других демонов, даже своих партнёров по бизнесу. Рози вот заказала грохнуть свою подружку Франклин. Демоны, что собираются сожрать её ещё не остывшее тело, не просто каннибалы, они ещё и канадцы. Ибо в шоу все канадцы, что попадают в ад, становятся каннибалами. А судя по плакату, на местном аналоге Биг Бена, отсчитывающем время до новой резни, мать Чарли Лилит принимает участие в концертах, где выступает в поддержку сопротивления против сил рая. Ну, вообще по поводу канадцев для меня стало немного шоком, типа, чё так не взлюбили их. Пендиус это злой гений от мира отеля Хасбин, что является полнейшим задротом и старым пердуном, тем не менее у которого... Я подозреваю, что это Эггман, на что намекают нам прихвостни яиц. А судя по всему, где-то должен быть живой или мёртвый сынуля, за которого он принял ангел Даста, связав того, дабы немножечко наказать. Точное количество его миньонов яичек... Должно быть точно больше тысячи. Точное же количество можно узнать по номерам на их спинах. На данный момент у нас около 920 яичек. Адские новости с Кэти Килджой и Томом Тренчем действительно самое популярное шоу во всём аду. Они на самом деле очень популярны и не врут об этом. Ибо, что во время обычных новостей, что во время интервью с Чарли, во всех уголках Ада, почти по каждому ящику, демоны смотрели именно эту передачу. Наверное, кроме этих совсем отбитых чувачков, которые решили не смотреть на то, как позорится главная принцесса Ада Чарли, вместо этого они смотрели семейку Адамс. И кстати, план Чарли по спасению грешников состоит всего из шести пунктов. Один из которых это воодушевляющая песня на ТВ, а ещё два пункта это «Пятьюни от дельфинов» и «Поцелуи от единорогов». В общем, дерьмовый план у Чарли. Ща немного шокирующий факт, но все неудачники попадают в ад и получают при этом самую дерьмовую новую демоническую внешность. Так что, не будьте неудачниками. Ах да, забыл ещё сказать, что и все поехавшие головой фанаты и критики, что строчат своим кумирам послания, за брызганной неизвестной жидкостью, также попадают в ад. И единственного известного критика, что попал в ад, зовут Брурин. Мытьё в аду считается очень богоугодным делом. Мытьё очищает не только ваше тело, но и вашу душу. По крайней мере, в это верят не только сама Чарли, но и остальные. А значит, это работает. Также стоит сказать спасибо, что дизайн отеля был изменён в лучшую сторону, по сравнению с тем, что был показан чуть ли не в самом первом трейлере. Ведь тут они вернули даже корабль, подпирающий стену. В одном из прошлых видео по отелю я сказал, что... Я чё-то так не заметил корабля самого. ...то это здание уже очень давно принадлежит семье Чарли. Но построил его именно сам Люцифер. Ведь именно символ яблока искушения, символ первого греха, он повтыкал по всему отелю, на колоннах и даже витражах. И именно поэтому все стены этого очень старого отеля сплошь увешаны картинами огромного семейства Чарли. Картин столько, что они даже просто валяются на полу. Я же говорил, что план Чарли по спасению демонов полный отстой. Так вот и заниматься всеми постояльцами должны были лишь Чарли и Вегги. Ибо всю основную прислугу пригласил никто иной, как сам радиодемон Аластер. Но из неудачного разговора с матерью, именно Люцифер считает Чарли паршивой овцой в сильнейшем и главнейшем семействе во всём аду. Все важные вещи, например, как ТВ-шоу или телефон Чарли, имеют приставку Hell. Ад произведено в аду. Также названия магазинчиков или цены в основном начинаются с числа 666, символа зверя. Это было похоже на то, что было с числом 618 из Gravity Falls. Также в прошлом я забыл упомянуть, что Вегги непростой копьё направила на Аластера. Оно раньше принадлежало ангелам-уничтожителям. И Вегги спокойно сможет прикончить им радиодемона. Почти у каждого персонажа не только свой особый характер, манера поведения, голос, но и особое музыкальное сопровождение. Ведущая Кэти постоянно хрустит костями. Иногда так сильно, будто у неё они все переломаны. А вот Аластера сопровождают различные радиопомехи и демонические звуки. Всё, что бы ни говорила, Аластер уходит в прямой эфир, ведь его микрофон – живое существо, созданное как раз для этих целей. Так что все слушатели его радиопередачи в курсе о его планах насчёт Чарли и отеля. Ну и ему наплевать на цель Чарли – спасти души демонов. Ему нужно шоу, на котором она смачно обосрётся, и ни один демон так и не попадёт в рай. Представьте только, какие будут рейтинги и просмотры у этого шоу. Как сказал сам Люцифер, со слов Чарли, разумеется, ни один демон не заслуживает сделки, ибо сделка с демоном ни к чему хорошему не приведёт, даже если вы сама принцесса Ада. На этом моменте я уже определённо могу сказать, что все лучшие шутки эпизода принадлежат именно Ангел Дасту. И если вам нужно, скажем, хорошо провести время – это к нему. Ну и Нифти, что была приглашена Аластером – это Лолли Демон Горничная. Самый милый персонаж во всём шоу, однозначно. Ну и она, очевидно, ещё будучи совсем ребёнком, попала в ад. И вдогонку, она не любит бабищ, особенно тех, что не следят за порядком в своём отеле. Эта маленькая, но очень юркая демонетка предпочитает взрослых мужиков. И просто заглядывает в рот Аластеру. Также, кроме Нифти и Хаска, у Аластера есть ещё целая куча различных ребят, что работают на него. Например, чтобы бренчать на различных музыкальных инструментах или помогать творить ему абсолютное зло. Аластер – это персонаж с наибольшим количеством различных способностей, показанных на данный момент в шоу. Телепортация, магия обычной и магия вуду. Ну и открытие портала в адские чертоги с последующим вызовом тентакливого монстра. К тому же, он, как и Серпентиус, для своего завоевания также использовал миньонов. Если у Серпентиуса это ходячие яйца, то вот у Аластера были куклы вуду. А все эти знаки, что время от времени витают вокруг него, также принадлежат именно к магии крови. Магии вуду. Теперь вы понимаете, почему он всегда одет в красный. В цвет крови. Ещё, к его необычным способностям можно частично приписать живую тень, что выглядит гораздо более устрашающе, чем её хозяин. Конечно же, если в этот момент Аластер не злится. Ну и похоже, что все тени, более-менее значимых персонажей, тоже обладают неким своим характером. Например, у тени Ангел Даста устрашающие красные глаза. Все наряды, что использовал Аластер на Чарли, Вегги и остальных, он позаимствовал из времени, в котором ему удалось пожить. В Америке 30-х годов. Ну а все танцы в безумных неоновых цветах. Это не что иное, как отсылка к известному мультику Принцесса-Лягушка, где доктор Фасилье приплясывал под такую же музыку в таких же безумных цветах. В моменте, где Серпентиусу вот-вот придёт конец, на него скатываются его миньоны, на спинах которых можно увидеть число А113. Это отсылка ко всем мультикам Пиксар, где данное число можно найти абсолютно в любой работе данной студии, а обозначает оно номер класса, в котором учились и работали создатели студии Пиксар. О, и не беспокойтесь о Серпентиусе. В сцене после титров этот злодей, который годится только для того, чтобы распугивать местную адскую шпану, жив. В сцене, где можно хорошо разглядеть весь отель, я рискну предположить, что этот кусок корабля принадлежит Титанику, который также развалился надвое перед тем, как пошёл на дно. Ну, и сменить название со счастливого отеля на отель Хасбин пришло в голову именно Ластеру. А его заключительную фразочку можно перевести как «Не переключайтесь» или «Же следите за обновлениями». Так что ждём новостей о продолжении сериала. Вегги можно назвать первым феминистически настроенным демоном, ибо она вообще не доверяет ни одному мужчине, даже если он гей, как Ангел Даст, и даже если он бесполое существо, как Аластер. Кстати, именно поэтому он так сильно удивился словам Ангел Даста, когда тот захотел ему отсосать. Ну и последний факт. Аластер входит в 11 сильнейших демонов, что обитают в аду. Конечно, в этом списке нет Люцифера, но именно эти 11 демонов будут стараться сместить Люцифера с его места, дабы стать сильнейшим существом в аду. Спасибо большое за просмотр. Вообще, я в шоке даже над этой вот темой с А113. Я даже не знал самой отсылки. Не то чтобы отсылки, а не знал, что такой факт был еще и в основном Пиксаре. То есть, это как бы я узнал о фактах отеля Хасбин, что там была отсылка на отсылку у Пиксаров. И это один факт из Пиксаров. Короче, жестко, конечно, но реально круто. И у нас еще один есть. Нет, 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 нет. В цитус. Нет, нет. Всем привет, вы на канале Ж... 50 фактов отель Хасбин. Как все началось... Начиналось в зоофобии. Окей. Интересное название. Жабка душит поставить лайк и подписаться на канал. Что ж, тогда именно ты не узнаешь 50 лучших фактов о зоофобии. В комиксе, что является предысторией к отелю Хасбин, из которого очень много информации перетекло в основное шоу. Но и перед тем, как я начну, вы обязательно должны вылепить лайк отеля Хасбин и вышнего выпуска мой телеграм-канал, где уже когда и как Вивьенс в описании. Комикс. Назван зоофобия, потому что главная героиня Кэмерон болеет редким расстройством личности, при котором она испытывает страх ко всем видам животных. У Кэмерон не только проблемы с головой, но и еще, ее мать умерла при очень странных обстоятельствах. Действие этого фантастического комикса происходит в нашем мире, хоть и довольно в отдаленном от какой-либо маломальской цивилизации месте. Попала Кэмерон в Сейф-Сити в конце декабря. Точное число трудно угадать, но ближайшая вероятная дата попадания в новый мир это 26 декабря 2013 года. Сейф-Хейвен, буквально безопасное место, куда переехала главная героиня. Мир, наполненный невероятными чудовищами, невообразимыми существами и странными созданиями. Сейф-Хейвен состоит из семи районов, разделенных по признаку происхождения. Животные, насекомые, динозавры и прочее. Точно такое же разделение демонов было в Пентаграм-Сити. Один из главных и основных законов этого места гласит, все существа, что живут в этом необычном месте, не могут навсегда покидать его. И, скажем, поселиться навсегда где-нибудь в Берлине у вас не выйдет. Высшая сила найдет способ вас вернуть обратно. Ибо заснув в подвале своего дома, на окраине Москвы, вы проснетесь уже на окраине этого мира. Вивьен очень любит яблоки, особенно употреблять их в качестве злого артефакта. Тут у нас яблоко как раз стало таким артефактом. А в отеле Хасбин это символ Люцифера и первородного греха. Оу, и эти несравненные и незабываемые улыбки, что так нам полюбились в отеле Хасбин, берут свое начало именно из-за афобии. В Пентаграмм-Сити, так же как и Сейвхэйвен, это самостоятельная территориальная единица, ибо оба этих города предназначены для жизни самых разнообразных существ. А так же эти города могут снабжать себя всем необходимым самостоятельно. Кстати, несмотря на такое разнообразие различных форм жизни, пришельцев, как оказалось, не существует. Так что космос тут безжизненное и пустое место. А вот кто тут обитает, так это говорящие животные, птицы размером самолет прямиком из аватара Кэмерона, огромные динозавры, жуки и еще куча мифических существ, таких как вампиры, демоны, русалки и прочее. И, включая из-за этого, в городе полно различного вида технологий. От современного транспорта до повозок на гужевой тяге и других животных, что используются в качестве транспорта. А знаете, как зовут учителя танцев, что преподает в местной школе? Алонзо. И он предпочитает, чтобы его называли Алл. А его костюмчик, пусть и с платьишком, это несомненно отсылка к Аластеру, так к нами любимому радиодемону. О, и еще одна отсылка к пилотному эпизоду отеля Хасбин. Плакат телепередачи «Мертвяк за дед» полностью пародирует такую же сцену с Аластером в Эгги и Чарли в пилотке. Вивьен все помнит. Даже спустя шесть лет после выхода этих страниц комикса, наша любимая принцесса всего ада должна была появиться в одном из комиксов зоофобии в арке «Ангелы и демоны». Но, к сожалению, этого не случилось. Но все еще может измениться. Но об этом позже. И да, из этого факта следует, что главная героиня зоофобии Кэмерон не является прообразом героини Чарли. Во всяком случае, на данном этапе развития истории этого мира. Набором новых людей в Сейвхейвен занимаются оборотни существа, что способны скрывать свой настоящий облик, принимая форму человека. Первым встреченным оборотнем как раз была Headhunter, что наняла Кэмерон. Духи природы, гигантские рыбы, что появляются после заката, это достаточно редкое явление в этом мире. Ибо они являются символом мира, и их появление означает, что на данный момент все хорошо. По крайней мере в городе. Не знаю насчет демонов, насекомых и динозавров, но у антропоморфных животных есть своя какая-никакая религия, в которую они верят, и это даже с учетом того места, в котором они обитают. И называется она «Спасенные». Как и в Аду, в Сейвхейвен в ходу магия всех мастей и цветов, как и самые современные технологические приспособы, наподобие тех же смартфонов и даже часов со встроенным мобильником. Тут это обожаю. А сейчас крайне интересный факт. Ваш первый секс в зоофобии лучше провести в чужой постели, ибо если это случится в вашей кровати, то она превратится в страшное место, населенное призраками воспоминаний. Пожалуй, главную опасность в этом мире представляют голодные бродячие вампиры, сбившиеся в стаи, что из-за жажды крови проникают в город, в надежде поживиться каким-нибудь милым зверьком. Кроме бродячих вампиров, в этом мире стоит опасаться еще и злых духов, что стоят в противовес добрым духам, что видела Кэмерон. И еще стоит бояться демонов и кровавых охотников. Часть демонов, животных и прочих необычных существ предпочитает постоянно находиться в человеческом облике, а не в своем родном. Скорее всего, чтобы не пугать вновь перебывающих людей в этот чудесный городок. В зоофобии есть подземный район, называемый ад, и являющийся полноценным адом, с душами грешников, что попадают сюда толпами демонов, что также не любят друг друга, как и в отеле Хасбин, и занимаются истреблением себе подобных. А еще, тут, конечно же, есть свой правитель ада, Люцифер. Правда, местный Люцифер выглядит как настоящее истинное зло, которому лучше вообще не перечить, а не как продавец мороженого. Тут у него есть также любимая женушка Нариса, а не Лилит, и наследник адского престола. Правда, тут это парень, и зовут его Дэмиан. Именно он представился Кэмерон как принц тьмы. Ну и еще, родители не занимаются воспитанием своего отпрыска, ибо сбагрили сынишку на полное попечение двум другим демонам, генерал-майору Стиксу и тетушке Тенал. Ох. Блин, то же самое, что и в отеле Хасбин, то есть... Демон с очень ярким таким вот мировоззрением, и... Он не такой, как свои родители, абсолютно. И местный Люцифер совсем мальчишка по сравнению с тем верховным демоном, что управляет одном в мире отеле Хасбин. В местном аду Люциферу исполнилось всего лишь каких-то жалких 666 лет. О, и нотки разврата в отеле Хасбин пришли именно отсюда. Начиная с мебели из отеля для свиданий и любимой тетушки, что больше похоже на порно-звезду, обожающая своего племянника до неприличия. Все это зародилось тут. А еще, эта самая тетушка Тена так сильно любит своего приемного сыночка, что готова перед ним полностью раздеться. И лишь для того, чтобы он ее заметил, и не забывал, какая она хорошая, и готова на все ради него. Абсолютно на все. Ну, и она не против утолить свои плотские утехи, в то время пока и нечем заняться, с помощью одного очень интересного устройства на батарейках. Именно с этой адской арки в комикс должны были плавно войти, кроме Чарли и остальные персонажи отеля Хасбин, например, та же Вегги, Ангел Даст и Алластер, тем самым расширив вселенную. В аду есть адские феи, которые выглядят очень даже мило, до тех пор, пока они не соберутся сожрать вашу жалкую грешную душонку. Хоть Сейвхейвен выглядит как весьма безопасное место, где нет места разврату, все же тут существуют специальные места для проведения досуга для тех, чей возраст перевалил, скажем, за 21, ну или за сотню лет. Все как в лучших местах в аду. Дизайн Алластера, как неожиданно, был позаимствован из-за афобии, и взят за основу был этот парнишка. Конечно же, его вид сильно претерпел изменения, и Алластер стал не добрым пареньком, а демоном, облаченным в красные одежды. Кстати, именно отсюда берут начало все эти фактики о том, что прошлое Алластера как-то связано с оленями, ибо этот милый, одетый во все яркое парнишка, никто иной, как олень по своей природе. И еще раз отдавая дань этому комиксу, Вивьен и команда сделали подошву ботинок Алластера в виде оленях копыт. За три года с 2012 по 2015 год было выпущено 309 страниц комикса, рассказывающего о жизни девушки Кэмерон в этом мире, сынишке Люцифера Дэмиан и еще куча других интересных персонажей, после чего комикс был заморожен. Но у меня есть хорошие новости для всех фанатов этого комикса, ибо буквально неделю назад на своем стриме Вивьен заявила, что собирается сделать музыкальную короткометражку по зоофобии к Новому году, и впоследствии реанимировать уже и сам комикс. И кстати, это будет уже не первая короткометражка по зоофобии, что выпускает Вивз. Клип на песню Кэши с персонажем из комикса набрал больше всего просмотров на ее канале. На данный момент на нем уже более 50 миллионов. В общей же сложности на момент заморозки комикса, Кэмерон провела в этом новом и чудесном для себя мире всего каких-то три с небольшим недели. Всего. Кстати, если так вот подумать, я вот эту вот синюю... Вообще синюю волчицу, я ее видел. То есть я скорее всего вот этот вот видос под песню Кэши я видел. Ничего себе. Никогда бы не подумал, что все настолько может быть связано с отелем Хасбин. Если учитывать и комиксы, и клипы по зоофобии, было продемонстрировано более 150 различных уникальных персонажей. Сильнейшими существами этого мира можно считать Люцифера, главу ада, Венганзу, королеву вампиров, и Джастин, богиню всех целистиалов. Самым кровожадным же существом в этом мире, пожалуй, является Лоретта, любовница главы района животных. Она носит шкуру убитых ею людей и других существ, что изменяли или предавали ее. Кроме демонических клинков, шокеров и прочей лабуды, злодеи все же любят использовать в качестве оружия пистолеты-пулеметы Томпсона, что также были в почете и у ангела Даста. В Сейв Хейвене очень недолюбливают демонов, и за все время официальное разрешение находиться в этом городе получила всего парочка демонов. Дэмиен и его брат, который, кстати, его сильно недолюбливает. А еще те местные существа, что не являются оборотнями, так же, как и в аду отеля Хасбин, способны принимать новую демоническую внешность, что в зоофобии прекрасно продемонстрировала Тентадора, а в отеле Хасбин — Чарли. И последний факт. Город Сейв Хейвен, как и многое в комиксе зоофобия, является черновиком для отеля Хасбин, про который нам известно пока что совсем немного. И я не удивлюсь, если место, названное как Рай, окажется прообразом Раи из отеля Хасбин. Ведь тут так же не любят демонов, и город, так же как и Рай, защищен от посягательств извне защитным полем. Спасибо большое за... Да, представляете, какой вообще будет шок, если это одна и та же самая вселенная, и сделают кроссовер еще между ними. Было бы прикольно, было бы прикольненько. Что ж, а на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр, ребят. С вами был Flutter Green. Всем удачи, всем пока.